А в это воскресенье начинает свою работу третий всекавказский молодежный форум Машук. Какие новшества ожидают участников и гостей форума, говорили на пресс-конференции в Северокавказском информационном центре ВГТРК в Пятигорске. Машук 2012 будет более мобильным, более дискуссионным и более результативным, рассказывает Наталья Булат. Одна из главных особенностей Машука за действием на площадках можно будет следить онлайн. Любой желающий, зайдя на сайт молодежного форума, получит самую свежую информацию об участниках и их проектах. В этом году ожидают большего числа вип-гостей. Приглашения от полпредства получили в том числе и руководители страны. Нам нужна была сразу дискуссионная площадка, на которой люди разных конфессий и разных возрастов, они находят общий интерес. Они еще раз убеждаются в том, что сегодня Кавказ не разделен на аулы, ущелья и селения. А все-таки есть общий интерес, и они все россияне. Утилитарная часть состоит в том, чтобы научить ребят получать кредиты, разговаривать с банками, разговаривать с инвестиционными фондами и уметь защищать свои бизнес-идеи. Форум посвящают году российской истории, отметил его директор, замруководителя комитета Ставропольского края по делам молодежи Владимир Селин. Более 2,5 тысяч участников, 22 номинации в области режиссуры, информационных технологий, журналистики, науки, инноваций предпринимательской деятельности. Гранты от 50 до 300 тысяч рублей. В рамках предмашуков порядка 860 проектов было отобрано. Приходили на e-mail проектные идеи и на сайт Машука это все представлялось. Было получено порядка 3700 проектов дополнительно. Все проекты, которые будут поддержаны, за ними будут внимательно следить. Срок подачи заявок истекает завтра. Интерес к лагерю уже проявляют и ребята из других регионов. Так, на Машуке будут гости из Ханты-Мансийска, Волгограда, Ростовской области. Вполне вероятно, в скором времени форум станет международным. Наталья Булат, Вести, Кабардино-Балкария.